Друзья, всем привет, вы на канале Необъяснимая, с вами Дмитрий. Сегодня я покажу вам супер страшные видео, снятые недавно. Если готовы, тогда погнали. Если бы этот человек как можно быстрее покинул это место, то ничего бы не произошло. Видео опубликовано в сентябре 2021 года на канале ABC7. Это страшное видео показывает нам, как молодой человек спокойно идёт по своему затопленному подвалу. Воды ему примерно по щиколотку, но когда он добирается до лестницы, поток устрашающе прорывается сквозь стену, просто круша всё на своём пути. Вся мебель и предметы в подвале врезаются в опорные балки и раскачиваются вокруг быстро поднимающейся воды. Мать и брат парня какое-то время оказывались в ловушке в подвале, когда пытались откачать воду. Они были уверены, что скоро погибнут, поэтому позвонили семье, чтобы попрощаться. Однако, к счастью, её муж и парень, который проходил в кадре, смогли помочь им сбежать. Хотя процесс спасения был очень трудным. Брат, который оказался в ловушке, пробил потолок, чтобы у него было место для дыхания, поскольку вода быстро поднималась, а его мать цеплялась за котёл, который находится на другой стороне подвала, и в конце концов ей удалось сбежать из окна. Этот случай является напоминанием о молниеносной опасности внезапных наводнений. Мать Дженнис цитирует Дели Мэйл. «Мы определённо будем жить по-другому, наслаждаясь всем. Каждый день драгоценен, запомните. Я просто рада, что всё в порядке с моими детьми». Следующее видео было загружено на YouTube-канал Viral Press и демонстрирует фрагмент видеозаписи с камеры видеонаблюдения. Снято оно было в полицейском участке в Северном Таиланде. Посмотрите, что же там происходит. Снова, вразматривая эти кадры, мы видим, как змея проникает через парадную дверь. Она осторожно приближается к человеку, который совершенно её не замечает. Ну и дальше вы видели, что же происходит. Как только рептилия поднимает голову, чтобы напасть, человек замечает её и порожённый пытается поднять ногу. Неожиданно змея бросается вперёд. В конце концов, человек побеждает рептилию, ему удаётся её поймать. Затем он показывает её одному из полицейских, который вышел посмотреть, что же там происходит. К счастью, ни мужчина, ни змея не пострадали во время инцидента. И змею, в конце концов, выпустили в кусты на некотором расстоянии от полицейского участка. Так как до сих пор неизвестно, была ли змея на видео ядовитой, мы не можем сказать, что могло произойти, если бы она всё-таки успешно укусила за ногу ничего не подозревающего человека. Это видео показывает, как опасность может подкрасться в самом неожиданном месте. Всё-таки выражение «бояться нужно не мёртвых, а живых» имеет очень глубокий смысл. Смотрим. А следующий страшный случай произошёл с Сергеем, автором канала «Сергей Огнев». Он отправился в жуткое место, заброшенную в Каширскую больницу. Там очень часто происходят несчастные случаи, но об этом почему-то умалчивают. И совсем недавно, по неизвестным причинам, парень провалился в пол и погиб. И страшные случаи происходят там регулярно. Место само по себе жуткое, посмотрите, что происходит далее. Кстати, смотрите. Еб***ь. Практически всё исследование Сергей замечает, как что-то сверху падает или осыпается, и также неожиданные звуки. Но в один из моментов Сергей чувствует запах костра, а также чьё-то присутствие в одной из соседних комнат. Интерес захватывает его, и преодолевая страх, он всё-таки идёт туда. Честно скажу, очень шуткая. Здравствуйте. Кто, бля? А вы здесь живёте? Я говорю, какое дело, бля. Чё ты, бля, дверь? Ну, давай, я выключу. Чё ты, бля, делаешь? Я снимаю ролик на YouTube. Какой YouTube, бля? Я пришёл снять видео, а что? А почему вы так общаетесь? Да, бля, не снимаешь, бля, меня не снимают, бля. Ну ладно, я уберу камеру, хорошо. А с вами пообщаться можно? О чём? Ну, бля, со мной общаться будет. Ну, это необычно то, что человек ночью на заброшке. Живой здесь? Понял. Ладно. Я просто видео на YouTube снимаю, и увидел вас случайно здесь. Не снимай меня, бля. Я не снимаю, я бы пришёл камеру. Могу даже сюда поставить, по куму. Всё? А в чём проблема? Пару вырубит свой, бля. А в чём проблема, я не понимаю. Проблема, что ты, бля, сюда припёрся. Ну, а вы что здесь живёте? Живую, бля, ты сказал же. Да не свети ты, бля. Хорошо, я понял. Я вас не будь тревожить, я пойду. Куда ты, бля, бля? Ты меня нахуй уже снял. А тебе что, есть что бояться, я не понимаю? Ты сейчас будешь, хуй, бля, бля. Этот случай показывает нам, что люди намного страшнее призраков. И они несут намного больше и чаще реальную опасность, в отличие от потусторонних существ. Как вы думаете, что это был за человек и почему он там скрывался? Кто знает, что бы случилось с Сергеем, если бы он не применил самооборону и не убежал оттуда. Я рекомендую вам не посещать подобные места, потому что, как вы видите, это реально опасно для вашей жизни. Рекомендую вам посмотреть канал Сергея, переходите по ссылке в описании. Друзья, если вы любите мистику, у меня есть для вас небольшой челлендж. Не забывайте подписываться на этот канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать самых крутых выпусков. В мире природы есть удивительные явления. В Колумбии есть несколько действующих вулканов и пара так называемых грязевых вулканов. Они также известны как грязевые купола. Эти образования не являются настоящими вулканами по определению. Они не производят лаву, и они не активны и не создаются в результате магматической активности. Они образовали насыпи, которые визуально напоминают вулканы, однако из них вырывается не магма, а грязь. В городе Арбалетес, расположенном на северо-западе страны, есть один из так называемых грязевых вулканов. Хотя по виду оно имеет сходство с большим прудом или даже с моляной ямой. Жители были очень встревожены, когда еще одно событие, похожее на извержение, началось незадолго до Рождества 2019 года. Как видно из ролика, несколько массивных пузырей вырываются на поверхность, разрушая верхний слой. Разумеется, люди были беспокоены таким развитием событий. Эксперты заявили, что бояться нечего. Купол просто выпускал скопившийся в своей глубине газ, поэтому людям посоветовали не тревожиться. Согласно показаниям, это был газ метан, выброшенный в результате недавней сейсмической активности. Хоть и сказали, что жителям нечего беспокоиться, однако это выглядит очень страшно. И увидеть это без успокаивающей информации специалистов, мягко говоря, ужасно. Следующее видео было недавно выложено на ютуб-канал Fatos и Мистериос. Ребята из Бразилии отправились изучать заброшенное здание. Однако то, что там начало происходить дальше, просто захватывает дух. Ребята из Бразилии, Ребята из Бразилии, это каких-то исключений. Ребята из Бразилии, но там очень много. Ребята из Бразилии, и еще 1-9-9-0-2-2-3-4-4-4-4-4-4-3-4-4-5-6-4-4-4-4-4-2-4-4-4-1-1. некое худощавое существо с зубами и острыми ушами а также страшными глазами и серой жуткой кожей напала на ребят она преследовала их и не давала выйти из здания каждый раз когда они думали что ушли с другой стороны выходила это же существо хотя может быть их там несколько существо вело себя явно агрессивно и в любой момент могло напасть на ребят судя по реакции парней это было действительно страшно хотя может быть это хорошая актерская игра я не спорю я даже не буду пытаться понять что это за существо потому что выглядит оно достаточно необычно я впервые вижу такое строение хотя что-то мне подсказывает что это может быть просто разрисованный человек в маске ну а как вы считаете напишите свои мысли в комментариях что это может быть или это постановка на следующем видео опубликованным на реддит пользователем ok boot get 818 изображен мальчик он что-то поет на веб-камеру в тот момент когда он пытается произвести впечатление на публику своими навыками фристайла происходит что-то довольно жуткое мы можем заметить как пролетает необъяснимая тень посмотрите но мальчик кажется ничего не замечает и продолжает свою песню примерно через 20 секунд после того как проходит странная тень что-то скользит по стене и происходит нечто более странное как видите дверь рядом с мальчиком внезапно открывается и как видите в этот раз он выглядит особенно пораженным и поворачивается чтобы исследовать вскоре он встает и входит соседнюю комнату но обнаруживает что там никого нет некоторые скептически настроенные зрители думают что ранее увиденная тень принадлежит кому-то кто позже открыл дверь если это так то не ясно действительно ли мальчик участвует в этой постановке или его просто пугают но в первоначальной реакции мальчика определенно есть что-то нервирующее и это определенно наводит на мысль что он шокирован как думаете эта дверь была действительно перемещена человеком который подшутил над мальчиком или в комнате есть кто-то потусторонний жду ваши мысли на этот счет в комментариях спасибо что посмотрели это видео на этом все не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик если еще этого не сделали всего вам доброго